Друзья, привет! Ну что ж, снова с вами на канале, канале Будимания, Денис Гусев. И сегодня будет необычная тренировка, это будет парная тренировка с моим другом Сергеем Палкиным из Украины. Сергей, привет! Всем физкульт-привет! Привет! Сергей, ну что, представься, потому что я думаю, что меня зрители уже знают, а ты новый человек на канале. Расскажи, пожалуйста, о себе, чем занимаешься. Меня зовут Палкин Сергей, я соревнующийся атлет, выступаю в категории классический бодибилдинг. Сейчас отдых после соревновательного сезона, поэтому сегодня мы вам покажем тренировку, которую я применяю в свой период отдыха. Также покажу какие-то новенькие, может быть, упражнения для Дениса и для вас, телезрителей. В общем, будем тренироваться. Но тренировка будет, сразу скажу, нелегкая, хотя это отдых и межсезонье. Я люблю тренироваться всегда, на все 100%. По традиции я вначале немного напомню анатомию. Сегодня мы тренируем, как сказал Сергей, мышцы плеч, дельты называются. Ну, вообще, дельты, это у нас принято делить их на три части. Это передняя дельта, она отвечает за приведение плеча и подъем плеча. Это средняя дельта, отвечает за отведение плеча. И задняя дельта, она отвечает за отведение вот этой плоскости, то есть перпендикулярно полу, либо если мы нагнуты, это подъем сюда в сторону. Вот так же за поворот плеча вовнутрь. То есть, например, упражнение, где мы поворачиваем внутрь, например, тяга на спину. Очень хорошо у нас задняя дельта включается, как ассистент к мышцам спины. Но сегодня мы постараемся изолированно прокачать среднюю дельту. Кстати, очень иногда есть такая традиционная ошибка, что относится к мышцам плеча. По словам дельта и плечо, это несколько разные вещи, на самом деле. Потому что дельта это мышца дельтовидная, а плечо это часть костей от локтевого до плечевого сустава. Поэтому мышцы плеча это бицепс и трицепс, а само плечо это вот эта часть, а дельта это здесь. Но обычно говорят, что плечо подразумевает дельту, а если мышцы плеча, это бицепс и трицепс. Я тренируюсь очень разнообразно, у меня нет ни одной одинаковой тренировки. Цель на тренировке, моя, как правило, основная, максимально создать стресс на мышечную группу, которую я тренирую в данный момент. Я использую в одной тренировке, в рамках одной тренировки, разные системы и разные принципы. Какое-то упражнение делаю в силовом стиле, ну это, как правило, базовое. Делаю всегда дропсеты, использую суперсеты. Сегодня мы тоже попробуем разные методики использовать в рамках одной тренировки. Потому что есть какие-то мышцы более сильные, какие-то более слабые. И плюс упражнения есть изолированные. Я там стараюсь уже побольше повторений сделать. В базовых 8, 10, 12 повторений. Бывает даже на 6 и на 5. Сегодняшнюю тренировку мы начнем с заднего пучка дельт. А почему с заднего? Потому что задний пучок, как правило, отстает. У меня в частности. И задний пучок, когда хорошо развит, дает очень красивую форму дельты, полноценную. Когда развит передний и средний пучок, в позе бицепс, сбоку, он не так смотрится, когда не хватает заднего пучка. Вот как раз я сейчас работаю над увеличением этой части тела. Поэтому с него мы начнем. Пока свежие силы. Упражнение называется отведение рук назад, сидя на скамье. Тут нужно сконцентрироваться именно на работе задних пучков дельт. Так как в помощь дельтам задним будет включаться трапециевидная мышца. И, как правило, делают неправильно, сжимая сильно трапецию, для того, чтобы поднять побольше веса. Тем самым воруя нагрузку у заднего пучка дельт. Попробуем сконцентрироваться. И за счет таких махов назад... Насколько я понимаю, здесь нужно максимально вниз наклонить корпус. Правильно? Ноги поставишь... Да, для того, чтобы спину исключить, старайся держать вес не вот здесь, а вот... Да. Как будто вот ты отводишь тренажер. Так, наше второе упражнение. Ты подошел к тренажеру, на котором обычно качают грудь. Да? Что мы здесь будем делать? Да, ну за счет небольшой манипуляции рукояток... Мы тренажер для тренировки грудных превращаем в тренировку заднего пучка дельта. Здесь я использую чуть-чуть необычное положение корпуса, для того, чтобы сделать максимальное растяжение заднего пучка дельта. А именно, сажусь я боком и беру за рукоятку одной рукой. И вот в этом положении максимально растягивается задний пучок дельта. Вот сюда он максимально сокращается. И плавно возвращая на место, он находится в напряжении и в растяжении. То есть, для мышцы это очень хорошо. Получается максимально полная амплитуда. Я не люблю частичную амплитуду, но редко использую в качестве добивки после полного сокращения. Даже небольшой вес очень хорошо чувствуется. Вот здесь уже можно поработать на 15 повторений, так как упражнение изолировано, а не базовое. У меня рука длиннее. Вот тут именно вся фишка в растяжении назад возвращается. Потому что когда ты ровно сидишь, ты просто стянул. А тут вот такое положение. Вау, хорошее упражнение. Прям чувствуется очень такое жжение, что мышца прям кровью пампингом наливается. Прям аж потянуться сразу захотелось вперед. Отлично. Попробуйте, я думаю, что вам понравится. Ну что, дольту заднюю мы уже подзабили, подкачали. Что у нас дальше по плану? По плану будет передний пучок. И будет базовое упражнение. Жим гантели сидя. Отлично. Это мое любимое упражнение. Правда, я обычно с него начинаю, потому что он требует очень много сил на это. Я не всегда с него начинаю. Сейчас мы будем делать в немного необычной форме. Будем использовать супермедленные повторения. Супермедленные, интересно. Это будут не все повторения, это будут два в начале, потом восемь обычных классических и два в конце. Для чего? Для того, чтобы максимально включить волокна дельтовидной мышцы, которые не всегда используются при обычных жимах, когда в переднем темпе делается. Еще один большой плюс, не нужно слишком большие веса поднимать. То есть умеренный вес, дельта забивается так, что как будто ты переделал целый ряд гантелей. Я так понимаю, ты пришел к этому упражнению после травмы, да? Или нет? Да. Ну, я все время экспериментирую, но из-за травмы я стараюсь использовать упражнения, чтобы они были эффективны, но при этом не такие травмоопасные. Понятно. Я думаю, что это очень достаточно хорошее дополнение, потому что мышцы плеча одни из самых травмоопасных. Напоминаю, что плечо это единственный сустав в нашем вообще организме, который не крепится в сочленении с другой костью, например, да? То есть обычно, ну, например, локтевой сустав, да? Здесь плечевая кость и две лучевые плечи, лучевая, они крепятся здесь в суставе. Сама же плечевая кость, она просто к грудной клетке держится на связках и на мышцах, поэтому травмировать ее очень легко, особенно если, например, делать жимы из-за головы или потягу из-за головы, когда очень острый угол получается на плечевом суставе, и можно получить травму, так же, если вы будете делать с очень большим весом. Поэтому вот один из вариантов выполнения этого упражнения для тех, у кого есть уже травма, либо который просто не хочет ее получить и очень переживает за это, сейчас Сергей нам покажет. Исходное положение у нас гантели напротив ушей. Делаем вначале два супер медленных повторения, максимально при этом концентрируясь. Вверху стараемся локти не выпрямлять, для того, чтобы не включать трицепс. Затем делаем восемь классических жимов. И опять два супер медленных. Как раз вот эти два супер медленных помогают включить в работу. Здесь хорошо очень держат гантели, наклонив чуть-чуть большие пальцы вниз. Это используется для того, чтобы снизить нагрузку на трицепс, и чтобы максимально работали дельты. В таком положении у меня это не происходит. В этом упражнении еще должна быть мышечная координация связи головного мозга с мышцами. Хорошая, потому что мы будем туда очень медленно снащить пускать. На самом деле вот чтобы вот такой начинать просорить, он на безумный присутствует. Тяжело удержать. И еще один большой плюс. Много работают мышцы стабилизаторов, которые в будущем помогают поднять в том же даже упражнении жим гантелей больше веса. Потому что как раз когда работаешь со свободным весом, очень нужны и активно работают мышцы стабилизатора. Они тренируются только вот при использовании таких техник и таких упражнений. Так, еще, я так понимаю, у нас дальше еще одно упражнение, например, дельту. Знаешь, я обычно привык делать подъемы перед собой, но у меня обычно, не знаю, не получается удержать корпус, потому что как только, Анатолий, начинаешь поднимать перед собой, ты начинаешь падать вперед. Ты, я так понимаю, какой-то вариант выхода из этого нашел? Да, я использую наклонную скамью, упираясь ею к грудью, тем самым снижая нагрузку на позвоночник и убирая помощь спины. Все мы негрешно используем читинг, поэтому чтобы себя ограничить в этом читинге, вот такая скамья и упор к грузе поможет убрать. Поднимать нужный гантель до пролива с полом. Выше с таким весом вряд ли получится. И чем выше поднимать, тем больше нагрузки будет на трапециевидных. Он хорошо разделяет пучки между собой. В верхней точке можно сделать пиковое сокращение. В принципе, от этого движения наливается вся полководная мышца. Хоть все выходит зафиксировать, но понимаешь, что даже на долю секунды я не может фиксировать, все сильно не сдавит. Ну что, Серега, расскажи, что мы сейчас делать будем? Мы будем делать тягу к подбородку в положении лежа, используя тренажер горизонтальная тяга. Рукоятку возьмем прямую, верхним хватом ложимся. Для чего мы это делаем? Ложимся для того, чтобы, опять же, снизить нагрузку с позвоночника, для того, чтобы рывками себе не помогать спиной. Делаем изолированное движение, тянем с нижней точки к подбородку и отводя максимально локти в сторону. Упражнение изолировано, поэтому делаем 15 повторений. Опять же, я очень люблю использовать пиковое сокращение. Это в верхней точке, секунда на одну-две, пауза. Кстати, немного такой момент из теории про пиковое сокращение. Сергей, я смотрю, в каждом упражнении его использую. Пиковое сокращение, напоминаю, это в самой максимальной точке попытаться удержать вес хотя бы на долю секунды. Я очень долго работал большое время тренером, и я заметил, что именно новички, которые приходят в зал, они либо про это ничего не слышали, либо принципиально забывают про это, потому что им хочется поднять вес побольше, а для того, чтобы его поднять больше, естественно, нужно это делать и рывками, и с читингом, и с криками, и с красным от напряжения лицом, и про, естественно, пиковое сокращение не забывают, потому что иначе они вес даже удержать не смогут. Забудьте про это. Если вы новички, тем более, не старайтесь поднимать большие веса, на кого-то произвести впечатление. Понятно, что у вас сил еще мало, по большим причинам, по большому количеству. Но старайтесь именно соблюдать следующую технику. Это нужно делать медленно, это нужно делать с правильным дыханием, это нужно делать, желательно, с пиковым сокращением, то есть с удержанием веса с максимальной точки. Тогда у вас начнет улучшаться связь головного и спинного мозга с вашими мышцами, улучшится межмышечная координация, появляется мышечная выносливость, и вы тогда через какое-то время сможете уже действительно поднимать вес больше и без вероятности получить травму. Поэтому используйте пиковое сокращение. Напоминаю, что упражнение вообще любое практически состоит из трех фаз. Это сократительная фаза или преодолевающая, когда вы вес поднимаете, потом фаза удержания, и выступающая фаза, когда вы вес опускаете. Так вот, преодолевающая фаза, она должна быть всегда короче, чем выступающая. Все выпускает должны медленно, а поднимать быстрее. Вот тогда уже последнее повторение начинаешь делать, хочется быстрее ее отпустить, потому что уже желание в местах появляется. Но вот именно в это самое нужно лучше контролировать, потому что молочная кислота, как реакция, именно выделяется в последние повторы. Поэтому старайтесь сделать в конце медленно и не спешите. Ну что, у нас заключительный подход на плечи. Я вижу, ты притащил несколько гантелей. Для чего? Расскажи. Вот как раз хочу закончить нашу тренировку дропсетом, и чтобы зрители, которые не знают, что это такое, увидели, а мы сделали хороший финиш тренировки. Да, чувствую, что с дропсетом наши плечи сейчас просто взорвутся от пампинга. Да, дропсет – это один из методов тренировки, который позволяет долгое время находиться в нагрузке, хорошо накачать кровью мышцы, также создать тем самым дополнительный стресс. После чего хорошо мышцы отзываются, и болят, гудят, и потом увеличиваются, если правильно есть и спать. Хорошо, но я от себя добавлю, что дропсет, если вы новичок, и кремлю делать только один раз за всю тренировку, иначе это действительно очень большой стресс для ваших мышц. И если вы попытаетесь сделать хотя бы их 3-4 за одну тренировку, то, возможно, последующие 2-3 дня вы вообще не сможете тренироваться, потому что у вас будут дико болеть плечи, что, в принципе, не очень хорошо, если вы новичок. Ну что, наша силовая тренировка закончила. Напомню, что мы сегодня качали дельтовидные мышцы, сделали по 2 упражнения на каждой из 3-х ее пучков, причем использовали варианты силовой и вариант с пампингом. Скажи, а после самой тренировки, как ты уже упомянул, вышла, ты делаешь небольшую растяжку, а какую-то небольшую заминку ты делаешь, просто чувствуешь, что у меня прям пульс сейчас не меньше 150 ударов. Вот при растяжке уже пульс восстанавливается, как раз, когда попил водички, потянулся, пульс, все зависит от периода, готовлюсь я к соревнованиям или нет. Как правило, я еще делаю в конце кардио. В период отдыха, какой у меня сейчас является, я кардио делаю отдельно, просто полчаса в спокойном режиме. Стараюсь 4-5 раз в неделю делать. Хорошо, тогда такой вопрос относительно кардио. Уже сейчас тренировку плеч мы как бы закончили, сможем поговорить о том, что нас интересует, и, естественно, вас, зрители, потому что мы получаем очень большое количество вопросов. Думаю, что на некоторые из них вы, в принципе, могли сейчас ответить. Вот скажи, я, например, всегда делаю кардио. Конечно, зависит от массонаборных периодов у меня или сушка. На сушке я делаю, может быть, 5 раз в неделю, 40 минут в час со средней, чуть выше средней интенсивностью. Но я также рекомендую всем, и сам делаю еще кардио, допустим, в массонаборном периоде или даже в межсезонье. Но это обычно составляет 20-30 минут. По моему мнению, кардио в этот период помогает удержать метаболизм. Как бы, ну, на каком-то там среднем уровне, то есть, чтобы он не опускался. И плюс, ну, такая небольшая тренировка сердца. Как ты к этому относишься? Я к кардио очень положительно отношусь, особенно в последнее время. При последней подготовке я делал очень много кардио, и, наверное, за это время я его полюбил. Раньше я кардио очень мало использовал, очень мало делал. Сейчас я вижу плюсы от него, тем, что я нахожусь в межсезонье не в такой плохой форме, как раньше в межсезонье. Ну, судя, если ты сейчас в межсезонье, он просто в отличной форме, если честно. Его рукам можно позавидовать. Покажи. Смотрите, какая банка. Просто как будто он шарик туда зашил. Вот. Кардио очень помогает держать себя в форме. И, как ты уже сказал, все правильно. Тренировка сердца – это самое главное наша мышца. Делая кардио в межсезонье, очень легко и классно тренироваться. Ведь просто используя силовые тренировки, ты становишься такой, менее функционально. Я рекомендую использовать либо какие-то другие виды еще тренировок, кроссфит, подвижные виды спорта, и обязательно кардио. Обязательно. Я своим всем ученикам настоятельно рекомендую в приказной форме делать кардио. Неважно, какой это период, набор или не набор. Даже при наборе веса я все равно рекомендую делать кардио, как ты сказал, для улучшения метаболизма. То ты после кардио можешь больше еды в себя съесть, и эта еда больше усвоится. Хорошо. А расскажи тогда, раз мы уже начали говорить про еду, вот именно о подготовительном этапе, ну, этапе сушки, да, в которой у тебя… Сколько, кстати, он длится? Два месяца. Два месяца сушка. Хорошо. Вот в этот период ты считаешь, точнее, как ты считаешь, блоки жироуглеводы? В каком соотношении употребляешь? Ты знаешь, Денис, раньше я считал и взвешивал. Сейчас все интеллективно делаю. Я смотрю все по зеркалу, в какой я нахожусь в форме, смотрю по весу, планирую, сколько мне надо убрать веса за данный период, допустим, месяц или неделя. Всегда делю на микроцели такие, скажем, там, за эту неделю надо убрать, там, полтора килограмма. И слежу за динамикой по весам. Плюс форма, обязательно форма. То, что ты убрал на весах, это не всегда значит, что ты убрал жир. Хорошо, но предположим, тебе нужно снизить вес. Как ты тогда манипулируешь белками, жиром и блюдами? Белок у меня всегда находится в достаточно высоком уровне. 2-3 грамма на килограмм веса тела, я съедаю всегда белка. И именно из обычной пищи. Спортивное питание я никогда не считаю за прием белка. Почему? Потому что при подсчете, сколько мы белка съедаем из обычной еды, всегда теряется какое-то количество. При методе приготовления всегда мы теряем белок, потому что он деструктуризируется, когда мы готовим, нагреваем пищу. То есть, если в сыром виде, например, в грудках, там, 18-20 грамм белка, да, мы посчитали их, после того, как мы приготовили, уже белка меньше. Согласись? Согласен. Плюс усваиваться не на 100%, еще какая-то потеря белка происходит. Поэтому, считаем из еды, допустим, что я съедаю 300 грамм белка, но очень большое количество теряется. Вот эту потерю белка как раз я компенсирую спортивным питанием. Поэтому я не считаю вообще, сколько я съедаю белка из спортивного питания и углеводов. Ну, углеводов лучше считать. Я белка не считаю. А вот углеводы как раз я контролирую и стараюсь манипулировать. То есть, лучше всего на меня реагируют какие-то чередования. То есть, чередования, в смысле углеводные ямы, то есть, я снижаю, снижаю углеводы, убираю, могу пару дней вообще без углеводов, потом хоп, добавляю. Чтобы гликоген все-таки присутствовал, потому что за счет углеводов, как раз съедаемых, у нас мышцы более наполненные. Так как на полной без углеводки или на низкой углеводке, когда, допустим, я сижу, я себя чувствую опустошенным. Да, вес уходит, все классно, но нету наполненности мышц. Поэтому я, когда вижу, что я совсем пустое уже, я делаю 1-2 дня углеводной, скажем, загрузки, немного в рацион включаю углеводов, стараюсь всегда сложных. Немного это сколько? Для меня немного это 200-300 грамм углеводов. Хорошо, а в стандартные дни на диете сколько грамм углеводов? 150-150, вот это стандартно. Понятно. Какие углеводы используешь? Использую рис, использую макароны. В принципе, все. Получается, если 100 грамм макаронов, это не так много получится, ты сможешь есть в течение дня. Да, я углеводов и не так много ем вообще, даже вот в межсезонье. Я люблю белок, я люблю рыбу, я люблю мясо. Мне вот мясо с овощами вот так. Хорошо, а что относительно жиров? Ты их урезаешь, держишь в норме как-то? Жиры всегда в норме держу. Я люблю очень рыбу, лосось. Плюс я жиры получаю из желтков. Ем 2-3 желтка на 10 яиц. Хорошо, смотри, поправь меня относительно своей позиции. Я, например, придерживаюсь такого, что, ну не важно, что это белки, жиры, углеводы, в общем, наш организм экономит то, чего нам не хватает. Например, если мы берем жиры и начинаем их сильно урезать в нашем калорийности, то есть в нашем рационе, то есть убираем желтки, например, убираем рыбу, там, не льем на льняное масло, там, или так далее, то организм, когда видишь, что очень большой недостаток жиров, он начинает их экономить. Соответственно, во-первых, занижается метаболизм, во-вторых, использование своих собственных жиров. Когда же мы их употребляем в норме, организм видит, что их достаточно, и уже не начинает их экономить, как бы, свои собственные жиры, а так как мы едим только омега-3 и мега-6, да, полезные жиры, например, из красной рыбы, соответственно, он их использует в качестве источника энергии, а также использует свои подкожные жиры. То есть смысл такой, что нельзя полностью убирать жиры, потому что организм начинает тогда их экономить. Если же мы их держим в норме, организм их не экономит и расходует те, которые вы употребляете из пищи, из своей собственной. Как ты к этому относишься? Полностью с тобой согласен, но я снижаю количество жиров на короткий срок времени, именно когда мне нужно влазить в категорию. Я выступаю, знаешь, в классическом бодибилдинге, и мне приходится ужиматься под вес. Скорее, какой у тебя при росте, сколько у тебя рост? Метр семьдесят восемь. Получается, тебе нужно весить 84 килограмма? Да, это для меня достаточно тяжело, потому что часто я уже там при девяносто пять килограммах уже сухой. В этот раз девяносто девять было, и у меня вены были, пресс, ну, то есть, в принципе, 15 килограмм потом убирал. Да, вот убирал за счет двух часов кардио и пониженной калорийности. Ну что, на сегодня, наверное, тренировка и такое небольшое интервью закончилось. Ну вот, подписывайтесь на канал Бодимания, на мой канал в YouTube, заходите на мою страничку ВКонтакте, подписывайтесь на мой Инстаграм, заходите на мой сайт, это будет все в описании к следующему видео. Сиропа у тебя тоже? Это значит, что ты очень активно ведешь. Начал ввести, так как я вижу, что это пользуется популярностью. Очень много вопросов приходится, поэтому приходят ко мне на почту, всем не успеваешь ответить. Для этого я создал два канала своих, один кулинарный, который называется Палкин Шеф, где я готовлю всякие правильные блюда и не калорийный, так скажем, кому можно на диете или для тех, кто любит сладенькое, но не магазинное сладенькое, а такое домашнее, без кондитерского жира и сахара. И Палкин Боди у меня канал, где я показываю, как я тренируюсь, там, в различные отрывки соревнований, то есть все, что касается моей жизни в фитнесе и бодибилдинге. Друзья, спасибо, что досмотрели нас до конца. Надеюсь, что-то вам понравилось. Не забывайте, если вам понравилось, ставьте лайки, делайте репосты. С вами был Мэнс Физик Денис Гусев и классический бодибилдинг Палкин Сергей. Все, до новых встреч, пока. Пока.